После вчерашних обысков в здании облгосадминистрации и в помещении благотворительного фонда «На благо Одессы» ситуацию прокомментировали председатель правления этой организации Теймурас Нишнианидзе и глава области Михаил Саакашвили. Действия силовиков назвали политическим заказом, провокацией и шоу. Председатель правления фонда «На благо Одессы» сразу заявил журналистам, фонд не имеет никакого отношения к облгосадминистрации. Вот все документы благотворительного фонда. Они лежали в бухгалтерии, никто их не спрашивал. Никому не было интересно, где находятся документы. Никто не задавал вопрос, чем занимается благотворительный фонд. Они хотели, наверное, поставить политический шоу. Я очень хочу провести грань между работой фонда и какими-то государственными структурами. Никакого отношения, я официально заявляю, благотворительный фонд на благо Одессы не имеет ни к моей работы на службе как дипломата, и никакого отношения в том числе не имеет к областной администрации. Экс-консул заметил, в политические разборки затянуть фонд у правоохранителей не получится. Я готов сотрудничать с любым правоохранительным органом, готов дать любые ответы во время моей работы как генерального консула и во время моей нынешней работы как главы правления благотворительного фонда. Никто никогда ничего не прячет. Есть официальные банковские переводы, есть официальные документы на все те дела, которые мы делаем. Я сейчас хочу синицировать лично я аудиторскую проверку, чтобы не было никаких вопросов сам лично внутри фонда, и все наши действия будут публиковаться на официальном сайте на благо Одессы. Нишний Анидзе также подчеркнул, фонд занимается различными благотворительными проектами, восстанавливает отделение военного госпиталя, уничтоженный дом в поселке Шаба и не имеет никакого отношения к политике. И сейчас работа фонда парализована, так как правоохранители изъяли уставные документы. Никаких оснований законных, сегодняшние обыски не имели. Есть какая-то ухвала суда Печерского района, которая говорит обо всем, кроме о каких-то законных действиях. Они изъяли в том числе из моего дома, где я находился, мои личные сбережения, денежные средства в районе 5 тысяч долларов, которые никакого отношения не имела к этому делу. Даже не было написано в ухвале суда, что они имели право изъемать мои деньги. Было написано в ухвале суда, что документы связаны с благотворительным фондом, причем тут областная администрация. Частично была парализована работа и служба протокола облгосадминистрации, где и проходил обыск. Пропало большое количество документов, которые относятся к работе облгосадминистрации. Пропали архивы с 2013 года, опять же, которые относятся к работе облгосадминистрации, были соответственно подписаны. Пропали все ноутбуки рабочие. Пропал ноутбук личный одного из сотрудников протокола облгосадминистрации. Пропали личные телефоны. Теймурас Нишнианидзе также заявил, он надеется на взвешенную позицию генерального прокурора Юрия Луценко, который сможет изменить Шокинскую прокуратуру. Потому что позиция силовиков более чем странная. Если все незаконные действия происходили в 2011-2013 годах, то где же была генпрокуратура? Похожей позицией придерживается председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, который также созвал журналистов на пресс-конференцию в своем рабочем кабинете. Михаил Саакашвили заметил, он связывает произошедшее в облгосадминистрации с его противостоянием с главой государственной фискальной службы Романом Насировым и руководителями СБУ, которые, по словам губернатора, собирают компромат на команду реформаторов. У них вообще крыша поехала. Воры решили, что нас можно компрометировать и запугать их обычными методами. Воры еще не понимают, что их время прошло. Кто бы им не давал указания. Указания идут очень сверху. Одесская СБУ не может зарабатывать достаточно денег по крышеванию контрабанды, потому что их мы все время по рукам бьем. Они ничего не нашли. Что делать? Ну нет на нее компромата. Что делать? Бегали за ней, снимали ее, все делали, ничего не нашли. И нашли действие генконсула Грузии 2011 года. Молодцы. Они украинцев всех за дебилов держат. По словам Михаила Саакашвили, он прекрасно понимает, почему на его команду идут постоянные атаки, в которых задействуются силовики. Я объявил, первый же день, когда я пришел в это здание, войну коррупции. Эту войну не буду прекращать. Они сняли про Сахварельди. Вы что думаете, Сахварельди какой-то местный жулик-депутат снял? Все фамилии, которые подписали, в основном были из БПП. Это БППшник тут свои тени боится. Он без прямой инструкции из Киева никогда не подпишет такую бумагу. Сняли Сахварельди. С прокуратуры остановили все дела, которые были возбуждены по отношению к некоторым местным членам БПП. Друзей Арбузова уже посадили. Что они, Януковича деньги вернули? Как будто Иванюшенко с покрытия людей, с президентской администрации, с правительства не сохранил контроль за седьмым километром. Михаил Саакашвили заявил, его команда готова ко всему. И к угрозам, и к обыскам. Но останавливать свою борьбу с коррупцией никто из реформаторов не будет. Губернатор надеется, Юрий Луценко сможет изменить принципы работы прокуратуры.